Хотелось бы напомнить, что фильм «Достучаться до немец» это немецкий кинофильм 1997 года с сценариста и режиссера Томаса Яна о двух мужчинах, которым ставят смертельный диагноз, в результате чего они угоняют машину с миллионами немецких марок в багажнике и покидают больницу. Сегодня хотелось вам в данном видеоролике рассказать несколько интересных фактов о данном фильме. Факт номер один. Название фильму дала композиция Боба Дилана «Hawking on Heaven's Door». Она же и стала главной музыкальной темой. Факт номер два. Имена главных героев не случайны. Мартин Брест – знаменитый режиссер. Руди Урлицер – сценарист, пусть и менее знаменитый. Факт номер три. В фильме постоянно идут перестрелки, драки и погони, но при этом никого не убивают. Факт номер четыре. Единственная смерть достучаться до небес Мартина от сердечного приступа в самом конце фильма. Факт номер пять. В одном из кадров в эпизодической роли таксиста можно увидеть режиссера фильма Томаса Янга. Шестой факт. Японский режиссер Майкл Ария снял ремейк «Достучаться до небес» в 2009 году. Только главными героями были 14-летняя девочка и 28-летний парень. Факт номер седьмой. Если брать более точный перевод, то данное название фильма звучит именно так – «Стучаться в небесные врата». Факт номер восемь. «Достучаться до небес» стал самым успешным фильмом Янга. Следующий был просто провальным, и в дальнейшем режиссер сосредоточился на съемке рекламных роликов. Девятый факт. Этот фильм стал режиссерским дебютом Тиля Швайгера, который также принимал участие в постановке, написании сценария и продюсировании фильма. Но в титрах режиссером значится только Янг, а Швайгер как исполнитель – главной роли. И последний десятый факт. Квентин Тарантино предложил делать рекламу фильма в виде фандана.